МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире проект – выпускники проекта о молодых и состоявшихся вчерашних студентах. Что такого они сделали и продолжают делать, что к ним буквально-таки липнет успех. О том, как включить и сердце, и мозги, беседовали с выпускницей Мининского университета Евгении Пологицкой. Евгения, здравствуйте! Очень приятно видеть вас в нашем проекте. Спасибо, что согласились принять участие. Цель-то благая – помочь с понятием успеха нынешним абитуриентам, или, может быть, тем, кто уже выбрал ВУЗ и хочет стать успешным. Поэтому мы беседуем с вами. Обычно в этом месте я спрашиваю, считаете ли вы сами себя успешным, успешной, потому что вроде бы, потому что вы попали к нам в программу, вроде бы уже успешные списки предоставил ВУЗ, и как бы вы в этом списке. Но я даже не буду вас спрашивать, потому что в презентации, которую вы мне прислали, она, в общем-то, говорит сама за себя, такая уверенная, императивность расставлена поправлена. Вы такая активистка. Вы всегда такая были активистка? Да, всегда. Изначально? С чего начались, так сказать, первые ваши активности? Ну, это все еще идет со школы, и мне еще тогда говорил мой директор, что ты в каждой кастрюле половник. В общем-то, это так сохранилось. И перенеслось на университет, где я, собственно, занималась научной деятельностью и творческой. Но вы же отличница были, я так поняла. Да. Как же, вот это такое редкое сочетание, когда и умница, и красавица. Это вообще практически не бывает. Смотрите, а вы и отличница, и активистка, да? Ну, такое тоже бывает, исключение из правил. Ну, вот тогда все-таки клише успешности. Я у всех спрашиваю, как бы форму успешности. Раз вы себя сами олицетворяете с успехом, все-таки вот успех, что это, да, как вот мы оцениваем? Потому что некоторые говорят, успех – это деньги, некоторые говорят, успех – это слава. А вот некоторые говорят, успех – это семья. Вот в вашем случае как? Ну, для меня, конечно, это какой-то тандем. Тандем – такой вот, так скажем, совокупность каких-то равномерно распределенных между собой вещей, да? То есть это и семья, это и денежная составляющая, это как бы и работа. Я считаю, что в жизни должен быть баланс. И когда этот баланс соблюдается, то это в этом и есть успех. Если я попрошу вас вывести некую формулу успешности, вот есть как бы общеизвестная, да, где 99% труда и что-то там, 1% таланта, везения и так далее. Вот по Евгении Пологицкой успех – это формула какая? Сейчас выведем. Ну, все-таки по мне формула успеха – это трудоспособность и упорство. Потому что если мы будем сидеть спустя рукава, то ничего у нас, конечно же, не получится. Я знаю, что вы. Учитель английского языка, репетитор, переводчик, успешный организатор ревент-проектов, причем даже таких масштабных, как не так давно прошедший в нашем городе Альфа-Хьюч-Пипл, ведущая цеременемейстер, директор свадебной студии, декоратор и флорист, вокалист, профессиональная танцовщица. И вообще, это на самом деле далеко не весь список, который мне Евгений прислал. Боюсь задать вопрос, ибо когда так много, во-первых, задаешься вопросом, как все объять необъятное, и в чем истинное призвание? Истинное призвание все-таки в организации. То есть ивенты – это вот ваше все. Тот половник в каждой кастрюле – это… Ага. А зачем тогда так много, Женька, все это успеваете петь, танцевать? Мне вспоминается известный драм-кружок, кружок по фото, а еще на петь охота. Ну, просто такая вот профессия, она должна быть подкована, так скажем, другими профессиями. Я должна знать, что происходит с людьми. В Риме-то где вы на все это находите? Ну, это отдельный вопрос, потому что… Вы же еще, вы же еще жена, мама. Жена, мама, да. Вы же когда же все это делаете-то, боже мой? Ну, честно говоря, я сейчас готовлюсь к тому, чтобы стать спикером. Ну, точнее, я уже стала спикером по такой дисциплине, как тайм-менеджмент. Вот, я даю вебинары по этой дисциплине. Есть такая вот фраза «Сопливых вовремя целуют». Да, вот я вот считаю, что мы все должны делать вовремя. То есть у любого проекта есть определенный план работы. И как бы если ему следовать, если как бы мы придерживаемся временных рамок, которые мы назначили, то у нас не будет никогда никакого завала. И, конечно же, проще по одному проекту в день сделать одно-два действия, нежели чем потом сидеть и просто это разгребать. Потом, конечно, есть такая история, как лягушку нужно есть с утра. То есть самое нелюбимое, самое противное, самое то, что мы не хотим делать, нужно делать утром, потому что потом вы это точно не сделаете, и это будет за вами, собственно, тащиться изо дня в день. А вот в ВУЗе, когда вы учились, что там было такое, что помогает вам завести сегодня в вашей деятельности? Ну, ВУЗ меня научил, конечно, работоспособности. И тогда, кстати, я начинала задуматься о тайм-менеджменте, как мне все вот то, что происходит в ВУЗе. И плюс у меня там еще добавилось, с третьего курса я уже работала. И со второго курса я, опять же, в педагогическом я получала второе высшее образование. То есть я в педагогическом два высших образования получила. И вот это вот постоянное круговорот событий, когда ты должен здесь быть на репетиции, здесь на каком-то собрании, здесь у тебя лекции, здесь ты что-то доздаешь, сдаешь досрочно, потому что тебе нужно куда-то от ВУЗа ехать. Вам нравится этот ритм? Да, мне нравится. Успех – это самоцель для вас? Ну, я бы не сказала, что я прям сплю и вижу, как вот успех, успех, успех. Нет. А вот вопрос, я вам писала, а что было или, может быть, есть вот самым трудным в вашем вот этом вот пути, на пути к самой-самой? Ну, это ломка самой себя. Да? Я прям, да. То есть это, знаете, да. А какая вот высокая цель, к чему вы сейчас идете вот в этой вашей деятельности? У вас же наверняка есть некая стратегия, судя по всему вашему образу. Я думаю, что это не хаотичное движение. Я не хочу ее раскрывать. Да? Ну, то есть это что-то такое очень глобальное. Ну, давайте так, она вписывается в Нижний Новгород или, конечно же, уже ушла за пределы? Или все-таки вписывается в Нижний Новгород? Нет, я думаю, что она вписывается в Нижний Новгород определенно, потому что у меня нет самоцели выйти на какой-то другой город, смысла в этом нет. Поэтому говорить о том, что я хочу куда-то там в Москву или там в Питер или куда-то за границу – нет, такого нет. Я считаю, что нужно развивать место, в котором ты родился, и рынок у нас к этому готов. И с учетом того, что у нас количество услуг в организации как бы растет, то просто нужно повышать уровень и давать новый продукт. Вот этот новый продукт как бы в моей голове он есть. Вопрос только, как бы свершится он или свершится. И для того, чтобы его как бы вывести на рынок, все-таки должно пройти какое-то время. И для этого нужно работать определенно. Ну вот, а вы перевели вот эту книгу Дарьи Бигбаевой «Включите сердце и мозги». Вот среди прочих вопросов, которые она поднимает в своей книжке, я была бы вынуждена ознакомиться, раз вы ее переводили, надо было бы что-то спрашивать. Вот она пишет, что, значит, есть некая форма успеха и план покорения Вселенной в рамках этой книги. И пытается, так сказать, порекомендовать всем выстроить свои. У вас как получилось выстроить свои формы и планы? Ну, сто процентов нет, как бы нет, но я работаю над этим, так скажем. Приоткроете завесу? Один из, скажем, секретов таких очень важных – это история про надворки. Это та история про то, что нужно быть всегда и везде. Выезжать на мероприятия, соглашаться на съемки, да, то есть участвовать в каких-то проектах, выезжать на форумы и общаться, 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 общаться. Второй, например, рекомендация – это то, что, конечно, нужно следить за качеством себя, своего сервиса. Три лайфхака для студента сегодняшнего, а студентки – вчерашней. Ну, это просто, на самом деле. Первое, я, конечно, всем говорю, это все-таки труд. То есть, да, не жалейте себя. Вот не надо себя жалеть, то есть я считаю, что нужно трудиться постоянно. А второе, наверное, я бы посоветовала – не зацикливаться ни на чем. То есть, особенно если что-то не получается. Некоторые зацикливаются на том, что деньги, 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 должны быть деньги. А их нет, их не будет, пока будет вот эта вот цикличность. Просто идти к своей цели, и цель должна быть поставлена. И вот, кстати, третий лайфхак – цель должна быть очень четкой и понятной. Я поняла, что вы очень цельная девушка, но все-таки у вас наверняка же есть мечты. О чем вы сегодня мечтаете? Ну, чаще всего я, конечно, стала мечтать о каком-то спокойствии. Ну, это после рождения ребенка, кстати. То есть у меня появилась какая-то такая история, что я такая стала романтичная, мне хочется выйти на улицу, чтобы меня никто не трогал. И на самом деле я стала даже не брать с собой телефон, отключать. А как же нетворкинг? А как же быть везде всегда? Подождут. Я поняла, что мир может подождать час без меня. Вот я мечтаю, конечно, о больших красивых проектах. У меня, ну, как бы я скажу так, что с каждым годом мои проекты становятся все лучше и лучше, интереснее и интереснее, и бюджет у них растет, как бы, да, все потихонечку. О чем еще мечтать? О доме, я не знаю, там, о даче, наверное. Простые человеческие мечты. Да, да. Которые на самом деле тоже свидетельствуют о том, что вы абсолютно успешная девушка. Мы желаем вам, чтобы все ваши мечты реализовались. Спасибо, что в вашем плотном графике четверга вы нашли таки время и к нам приехали. Спасибо. Мы желаем вам успехов. Спасибо, что пригласили. Желаю всем студентам хорошего и успешного будущего. У нас в гостях выпускница Мининского университета 2017 года Алина Халезова. Здравствуйте, Алина. Добрый день, Марка. Алина, я знаю, что сегодня вы работаете в компании Нишфарм, в одной из ведущих компаний Нижнего Новгорода. И за свою без малого трехлетнюю карьеру уже много чего успели. В том числе, я знаю, мы предварительно с вами познакомились. Вы рассказали мне, что даже успели познакомиться с экс-губернатором Валерием Шанцевым. Сегодня буду вас пытать на предмет вашей, ну, в общем-то, уже, можно сказать, даже успешности. Ни я не знаю, если вас, в общем, еще не знаю. Давайте просто буквально тезисно, в нескольких словах, что вы можете рассказать о себе. Вот какая вы, Алина? Ну, лично я бы себя охарактеризовала следующими терминами. Это цельное, открытое, разностороннее, интересующееся, думаю, что общительное и спортивное. Но для того, чтобы быть успешным, всегда нужно развиваться. Ты не можешь стоять на месте, потому что мир, он не стоит. И ты должен соответствовать. Вы, когда стояли перед выбором, так скажем, вуза, вы чем руководствовались? Почему, во-первых, выбрали Миненский университет? Это одно из ваших, да, образований? Мы когда определялись, мне сказали, что лучше идти в педагогический. Философия, она действительно расширяет кругозор. Она учит критические мысли. То есть вы учились на философском факультете, правильно? Да, когда я поступала, это был философско-теологический факультет, потом у нас произошла реструктуризация, и нас объединили, у нас был один факультет гуманитарных наук. Когда я говорила, что у меня философское образование, люди обычно удивляются, говорят, что серьезно, просто мой образ трудно сопоставим с общепринятым образом философа. А какой общепринятый образ философа? Ну, это такой мужчина с бородой, в такой возрасте, да, и там молодая девушка блондинка. Ну, не вы, не Александр Александрович, не подходите под образ типичного философа. Совершенно точно, да, простите, Александр Александрович. Ну, смотрите-ка, Алина, все учатся, у всех базовые программы, все заканчивают университеты. Вот скажите мне, при прочих равных, что вам больше всего вузь запомнил? Что, не в плане, там, какой-то день или еще что-то, а в плане того, что чему вы научились в реалиях? Вот, может быть, какие-то вот такие вот... Я считаю, что университет – это первая ступень во взрослую жизнь. И, конечно, он учит быть самостоятельным. Он учит самому решать свои проблемы и вопросы. И если у тебя что-то не получается, это не как в школе, да, ты не можешь сказать там, «Ой, мама, у меня не получается, давай ты кому-то позвонишь». А ты понимаешь то, ты учишься для себя в первую очередь. Это твой путь, и ты его выбрал. Скажите мне, вот у меня точно были несколько таких вот одиозных совершенно преподавателей, которых вот точно не забудешь по каким-то причинам. Вот были ли у вас такие? Я бы хотела рассказать о том, что мне очень повезло. Одним из моих преподавателей был сам ректор Министерского университета. Потому что это философия. Да, Александр Александрович Фёдоров. И я помню, что его лекции были по субботам. Ну, так как у ректора высокая загруженность, и они действительно были очень интересные, очень насыщенные. Я всегда сидела на первом ряду. И в субботу, ты понимаешь, вроде просыпаешься, идти в университет. Вот, может быть, и не хочется. Но когда ты вспоминаешь, что там в университете жизнь первая, нижняя неделя, да, они там чередуются. И когда ты понимаешь, что у тебя сейчас пару будет вести Александр Александрович, ты просто такой воодушевлённый, идёшь на занятия. И вот как раз это из разряда, что ты сидишь с открытым ртом и думаешь, расскажите ещё что-нибудь так интересное. Когда я заканчивала магистратуру, я пришла на вручение медалей. Но это не золотые были медали, а подарочные. Министерский университет, они сейчас вели такую традицию замечательную всем выпускникам, по крайней мере, магистратуры, даже памятные медали. И Александр Александрович отметил меня в своей речи и сказал, что вот Алина, у неё там много образования, она выбирает наш университет. И, ну, наверное, лет через семь можно ещё раз сходить, получить высшее образование, что раз в семь лет надо разбиваться. Вот смотрите, Алина, о чём хотела ещё спросить. Многие, заканчивая вузы, стремятся к успеху, ну, скажем, в крупных городах. Уезжают в Москву, кто-то за границу уезжает. У вас не было вот такого соблазна куда-то вот, тем более вы с медалями, вы с дипломами, не с одним высшим образованием. Почему вы всё-таки остались в Нижнем Новгороде и, безусловно, нашли достойную работу в достойнейшей компании, но всё равно? Мысли, конечно, были и по поводу Москвы, и по поводу заграницы. И, может быть, они меня ещё не покинули, и только зараждаются даже. Но я считаю, что человек может реализовать себя в любом месте. Главное, чтобы он занимался своим делом, дело, которое он любит, которое его вдохновляет. Но если ты чувствуешь, что тебе уже тесновато, да, вот в том месте, где ты находишься, конечно, можно переехать в более крупные города, где больше возможностей. Но надо всегда сохранять в себе вот эту вот составляющую, да, любви к тому, чем ты занимаешься. Вы всегда знаете, что интересно? Вот люди приходят после вузов, приходят с ним перемучиваться, что называется. Потому что вузы учили одному. Ты пришёл, и вообще вроде как, а зачем ты там всё это учил? Потому что здесь совершенно другое нужно. Или как? Как вот у вас это произошло? Ну, я могу сказать, что те навыки, которые я получила в университете, они мне пригодились. Переучиваться? Наверное, нет. Обучаться новому? Наверное, да. Потому что специфика везде разная. Я работаю в административной поддержке, и, конечно, какие-то навыки пришлось получать. Но я пришла как чистый лист. И я действительно была готова узнать и работать по тем направлениям, которые я выбрала. Вы пришли без связи, без протекции, и вас просто взяли после вуза. Да, ну, у меня был бонус, у меня два высших образования. И я действительно считаю, что компании нужны такие люди, которые молодые, активные, которые будут её продвигать. То есть амбициозные. Амбициозные – это то, без чего компания, любая, как я считаю, не может функционировать. То есть вот эта свежая кровь, она же всегда должна поступать. А как вы себя ощущали по сравнению с остальными сотрудниками, с учётом вашего базового образования? То есть вот на уровне или что-то не хватало? Или вы себя чувствовали там, ну, так сказать, звездой? Как вот? Я чувствовала себя… Комфортно? Комфортно, да. Потому что я понимала, что мне ещё много чему надо научиться, и моё базовое образование, оно играет большой плюс. Значит, вам было комфортно, и вы начали про карьерные амбиции. На данный момент я бы хотела возглавить одно из саппортных подразделений, потому что мне это действительно близко. Это действительно то, в чём я профессионально развиваюсь, и там за три года, что я присутствую в компании, я уже на таком хорошем уровне. Так, про ваши достижения в работе я вас попытала. Давайте расскажите нам про вашу великую встречу. С Валерием Павловичем, как же это произошло? Я очень люблю его. Давайте. Он пришёл к нам в университет, мы причём его ждали, действительно. И я снова сидела на первом ряду, как я обычно это делала. Это, кстати, вот как лайфхак, да, такой всегда сиди на первом ряду, и тебя заметят. Это реально работает. Отлично. И я помню, мы даже какую-то презентацию мы готовили, он приехал, чтобы пообщаться со студентами. И меня на самом деле интересовала политика, и мне было интересно, как это всё устроено изнутри. И я сижу, он что-то рассказывает, и я просто уточнила, можно прийти к вам на практику? Ну, на что он отвечает, конечно, вы даже можете день со мной провести. Ну, и, конечно, я за это зацепилась, и мы с его пресс-службой всё это обсудили. Ждать пришлось полгода. И в итоге меня пригласили всё-таки на практику в пресс-службу, как мне и хотелось. И я её успешно прошла, и по итогу я чувствовала очень большое вдохновение. То есть Валерий Павлиныч, он для вас стал таким индикатором возможности успеха. Не каждый может похвастаться такими поворотами в своей судьбе, в таком юном. Ну да, на самом деле, я думаю, что это вот на данный момент один из ключевых таких моментов, потому что тогда ты понимаешь, что ты можешь. И на самом деле не что ты можешь, а что ты можешь всё. И каким-то волшебным образом обстоятельства могут сложиться так, что вчера ты был студентом, а сегодня ты уже менеджер Нишфарма. Алина, ну вот смотрите, всё-таки клише успех, ведь оно у каждого своё. У кого-то успех измеряется властью данной, у кого-то количеством заработанных денег, у кого-то какими-то менеджерскими позициями. Вот ваше клише успеха, оно какое? Сказать, что я успешна, я смогу, ну это связано с моими целями, да, которые мы обсуждали, когда у меня будет семья, когда у меня будут дети, и когда я буду занимать руководящую позицию. Вот пока у меня такие клише, ещё я очень хочу, чтобы мне кто-то написал песню, и я её спела. Итак, анонсируем для тех, кто не знает, у Алины прекрасные вокальные данные, и она надеется, что найдётся человек, который способен будет написать песню именно для неё. Правильно я сказала? Которую я спою. Которую она споёт. А пока песня чужих исполнителей. Браво! Прекрасно, собственно говоря. Сейчас после этого я могу вас совершенно спокойно отпустить. Италина, спасибо большое, с вами был очень приятный. Спасибо большое, да, Ольга. Приглашайте ещё. И на этом на сегодня всё, а мы увидимся с вами в следующих сериях цикла «Выпускники». До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»